Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Атомщики из семи стран обменялись передовым опытом на международном семинаре ВАУ-АЭС. Чем больше это разница, тем больше денег остается у нас в распоряжении. На Смоленской АЭС прошли дни информирования. Проект станции не стоит на месте. Он постоянно развивается, повышая безопасность. Мероприятие о годовщине Чернобыльской аварии. Товарищеский матч по хоккею. Плановое совещание с руководителями подразделений на атомной станции прошло в расширенном формате. В мероприятие приняли участие не только сотрудники АЭС, но и представители городской власти. Директор станции напомнил о памятной дате в истории атомной отрасли. 26 апреля для всех атомщиков является знаковым событием, о котором мы, наверное, никогда не забудем, сколько бы времени не прошло. В память о мужестве и героизме участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС были вручены памятные медали. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. Смоленская АЭС в работе второй и третий энергоблок. Суммарная нагрузка 2127 мегаватт. Существенных замечаний по работе оборудования, работающих блоков нет. Глава администрации Атомграда Вячеслав Седунков рассказал о значимых событиях Десногорска. Календарь культурный у нас представлен разнообразными мероприятиями, главным из которых, самым ярким, конечно, будет празднование традиционных мероприятий, посвященных Дню Победы. Все акции и мероприятия, которые у нас традиционно уже сложились, обязательно будут, как и Георгиевская лента акция, так и, разумеется, шествие Бессмертного полка. Торжественный митинг на Кургане Славы будет, праздничный концерт, ну и, конечно, все закончится фейерверком. Основной темой расширенного совещания стало подведение итогов месячника по очистке города. О том, какая работа проведена, сообщил начальник административно-хозяйственного отдела Смоленской АЭС. Выделено 30 человек персонала, 4 единицы спецтехники и закреплены соответствующие объемы. Это первый микрорайон 12 домов и третий микрорайон 13 домов. Осталось примерно 15% выполнить объемов работы. За 25 дней апреля энергоблоки Смоленской АЭС выработали 1,08 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 6,76 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 18 по 22 апреля на Смоленской АЭС проходил международный семинар Московского центра Всемирной ассоциации операторов АЭС, в котором приняли участие 35 экспертов – представители атомных станций и эксплуатирующих организаций из России, Украины, Венгрии, Чехии, Белоруссии, Армении и Ирана. Они обменялись опытом по организации и безопасному проведению ядерно-опасных работ на атомных станциях. На семинаре представители разных атомных станций поделились особенностями планирования, организации и проведения ядерно-опасных работ на энергоблоках с различными типами реакторных установок, подходами к формированию перечней работ, взаимодействием структурных подразделений, организации контроля и обучения персонала правильному выполнению данных работ. Количество этих работ, оно разное существенно, на порядок, так сказать, где-то порядка 15-20 работ, а где-то порядка 200 и более на каждый блок. Концерн, эксплуатирующая организация не осталась равнодушной к этой проблеме, которая возникла не вчера, а, так сказать, несколько лет назад. И в 2014 году был разработан руководящий документ. В рамках семинара состоялся технический тур представителей ВАОАЭС на Смоленскую атомную станцию. Они посетили блочный щит управления второго энергоблока, реакторные и турбинные залы, ознакомились с работой оборудования и систем, пообщались со специалистами на рабочих местах. По итогам семинара подготовлен меморандум, в который включены предложения по совершенствованию подходов в организации и проведении ядерно-опасных работ. Данная тема особенно актуальна для всех атомных станций, которые входят в Московский центр ВАОАЭС. И внимание, которое удивляется в том числе с хозяйки семинара, это Смоленская станция, нас очень порадовало. Освоение технологии производства Кобальта-60 – одна из приоритетных задач Смоленской АЭС на 2016 год. Об этом заявил директор атомной станции Александр Васильев на встречу с коллективом Смоленской АЭС в рамках проведения Дней информирования персонала. Вслед за ленинградскими коллегами Смоленская АЭС принимает эстафету по производству изотопов. Кобальт-60 имеет широкое пригодное значение и стабильный спрос на российском и мировом рынке. Принято решение о развертывании аналогичного изотопного производства на Курской и на Смоленской атомной станции. Как первый шаг – это организация производства изотопа Кобальта-60, который сейчас очень активно используется в медицине и в промышленности. В 2016 году Смоленской АЭС предстоит также подтвердить позицию предприятия лидера внедрения производственной системы «Росатом». Кроме того, Смоленская атомная станция определена в концерне «Росэнергоатом» пилотной для запуска отраслевой информационной системы «Фабрика идей», направленной на поиск и разработку лучших предложений по улучшениям. Эти и другие вопросы были освещены в рамках проведения Дней информирования на Смоленской АЭС. Во второй половине апреля с учениками Десногорских школ встречались ветераны Смоленской АЭС – ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии. Они рассказывали ребятам о работе атомной станции, о современных системах безопасности и защиты реактора, внедрённых на всех энергоблоках России после аварии в Чернобыле и на АЭС «Фукусима». В Смоленской областной универсальной библиотеке имени Твардовского состоялся круглый стол «Чернобыль. Взгляд сквозь время». В нём приняли участие около ста человек – ликвидаторы Чернобыльской аварии, специалисты Смоленской АЭС, экологи, студенты, преподаватели вузов. На круглом столе была презентована книга о смоленских атомщиках-энергетиках, ликвидаторах Чернобыльской аварии, автора Евгении Пришлицовой. Доходчивые информации, которые специалисты Смоленской АЭС дарят, вот так просто рассказывают о том, что, как, как будет, и вселяют гарантии и уверенность в том, что Смоленская АЭС-1, Смоленская АЭС-2 – это гарантия нашей экономической, прежде всего, безопасности. В докладе о будущем Смоленской АЭС начальник отдела капитального строительства атомной станции Илья Казанцев сообщил о том, как продвигается работа по строительству новых энергоблоков Смоленской АЭС-2. Специалисты Смоленской АЭС подробно рассказали, какие усовершенствования проведены за 30 лет на атомной станции, как изменилась система безопасности, как ведется мониторинг окружающей среды, ответили на вопросы экологов. 24 апреля в Ледовом дворце города Рославля состоялся товарищеский матч по хоккее между командами-коллегами по атомной отрасли. Смоленские атомщики встретились на льду с работниками опытно-конструкторского бюро «Гидропресс», занимающегося проектированием объектов Смоленской АЭС-2. Единая команда – это одна из шести ценностей государственной корпорации «Русатом», в которую входят оба предприятия. Команды Смоленской АЭС и «Гидропресс» показали, что хотят не только слаженно общаться на производственных площадках, но и совместно заниматься спортом, укреплять свое здоровье и повышать мастерство. В первые пять минут матча команда Смоленской АЭС пропустила в свои ворота одна за другой три шайбы. Но уже к концу первого периода атомщики собрались и смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед, одержать победу в игре существенным преимуществом. Наши ребята собрались, поняли, как против наших надо играть. Ну а наши не догадались, как противостоять вашим быстрым атакам, вашей хорошей защите, вашему очень мастеровитому вратарю. Хорошо сегодня играли, никому претензий особых нет. Удачно все получилось, ну и мы рады, что такая встреча получилась. Потихоньку-потихоньку хоккей появляется и в атомной отрасли. В конце мая команда сыграет еще один матч. Смоленская АЭС посетит площадку гидропресса с ответным визитом. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин